Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе было на удивление спокойным Радий Фаридович вернулся из Белоруссии умиротворенным, каким-то таким успокоенным и мы еще поговорим о том, по какой причине это могло случиться Первым делом во вступительном слове Хабиров поздравил нового начальника ГИБДД Республики Башкортостан Александра Севастьянова вступлением в должность пожелал ему всевозможных успехов одновременно с этим поручил ему справиться с проблемой избыточной смертности на дорогах Республики Башкортостан Мы помним, что эта проблема с каждым годом все нарастает и нарастает и ничего Хабиров с этим сделать не может Однако в этот раз он почему-то заявил, что в 19-20 годах у него было все хорошо со смертностью на дорогах а вот в 21 году все плохо Тут Ради Фаридович, конечно, отчаянно кривил душой И Александру Севастьянову здесь, наверное, трудно было бы ввести в заблуждение Он не первый год работает в структуре ГИБДД Прекрасно знает статистику смертности на дорогах и знает ее причины Но Хабиров предпочел самого себя обмануть, заявив, что это внезапно в 21 году случилось Напомню, что уже третий год подряд смертность на дорогах Республики динамично нарастает Никаких успехов в данной ситуации, конечно, у Ради Фаридовича не было Следом Хабиров заговорил о поездке в Беларусь Вообще, на этом совещании несколько раз к этому всему возвращались К месту и не к месту Хабиров поделился тем, что ему был очень интересен опыт и компетенции в области машиностроения Он отметил, что Беларусь это четвертый уже иностранный партнер для Башкортостана После Казахстана, Австрии и Турции Посчитав в уме страны-контактеры, Хабиров добавил, что надо бы ускориться в контактах с Узбекистаном Выбор, конечно, стран очень экзотический, но тут, скорее всего, то, что было, то и есть Не особо широкий выбор Более или менее цивилизованные страны с Хабировым взаимодействовать, конечно же, не готовы Австрия, но это чисто семейное дело Не думаю, что Австрийская республика прям горит желанием налаживать отношения с Башкортостаном всерьез Но из вежливости кивает Хабиров поделился собственным впечатлением от Беларуси Рассказал, что ему очень понравилась почему-то библиотека в Минске Хотя она совсем не новая, но очень даже ничего Хабиров рассказал о том, что он катался на Белазе И к удивлению своему обнаружил, что Белаз едет на электрической тяге Звучало это так, как будто бы Хабиров прокатился на электрокаре Звучало это так, как будто бы белорусские Белаза-делы научились делать электрогрузовики На самом деле это совсем не так Ради Фаридович, я должен вас разочаровать Дело в том, что Белаз испокон веку, всегда и 40 лет назад, и 20, и 10 И теперь перемещался на электрической тяге Но электричество внутри Белаза, ради Фаридович, вырабатывает огромная дизельная энергетическая установка Просто там электрический привод на колесах Вас, наверное, или в заблуждение ввели белорусские коллеги Или вы просто неправильно поняли Но простим, на самом деле, вот эту техническую неграмотность ради Фаридовича Он все-таки у нас юрист Завершая свои восторги по поводу туризма за государственный счет Хабиров посетовал, что в команду у него оказалось не совсем надежной В Белоруссии было холодно и многих морозом побило В частности, Шельдяев слег после визита в Белоруссию Хабиров это все прокомментировал так Слабаками оказались В общем, не морозоустойчивые министры у него Ну или теплее одеваться надо Или, как мама говорила, шапку одевать Завершая вступление к оперативному совещанию Хабиров все-таки обмолвился о строительстве новых госпиталей Ковидных госпиталей в Туймазах и в Сибае Он сказал, что 11 декабря, собственно, как и планировалось Начато строительство этих госпиталей Хабиров отдельно отметил, что в Башкирии есть чем гордиться в этой области И то, что в Оренбурге, Челябинске и Белгороде строят эти госпитали по башкирским проектам Тут я, собственно, не могу спорить с радиом Фаридовичем Действительно, это определенного рода прорыв Эти госпитали были хорошо восприняты медицинским сообществом Судя по всему, этот опыт полезен и назидателен для других территорий Ну, коль скоро их хоть кто-то воспринял Так что, ну, построить и построить Вопрос, конечно, в том, нужны ли будут эти госпитали к тому моменту, когда они будут построены Тут, наверное, было бы глупо выражать надежду на то, что они понадобятся Пускай лучше они не понадобятся Пускай эта пандемия уже закончится Ну, в общем, факт остается фактом строительства на ЧИТО Далее перешли к обсуждению дежурных вопросов Первым вопросом, как всегда, вопрос по ситуации с COVID-19 Забелин рассказал нам о том, что в республике в последнюю неделю наблюдается 12% падение заболеваемости Это очень важная цифра и 12% это много 529 человек заболело COVID-19 за предыдущие сутки В общем, количество заболевших по республике составило 114 тысяч человек Развернуто коек на данный момент узабельно 2250 Количество коек медленно, но снижается При этом 26% этих коек свободны То, что касается вакцинации, вот здесь мы, конечно, подошли к какой-то, я бы сказал, важной черте 83% подлежащих вакцинации в республике Башкортостан вакцинированы 2 миллиона 85 тысяч человек получили первый компонент прививки И 75% подлежащих вакцинации вакцинированы уже обоими компонентами 1 миллион 883 тысячи человек В целом это составляет 60% взрослого населения республики То есть, если те расчеты, которые приводились ранее верны То 60% уровень вакцинации Это уже практически гарантированный коллективный иммунитет Речь шла о 50 плюс процентов Мы уже достигли 60 Ну, по крайней мере, в отчетах наших чиновников Соответственно, ну, тут однозначно Логически должен последовать спад заболеваемости Посмотрим, как это все будет в реальности Посмотрим, насколько им удастся выдержать вот эту логику Помним, что эта логика не всегда сопровождала процессы Связанные с этим ковидом-19 Вслед за Забелином выступила Анна Андреевна Казак Тоже уже традиционно Она отметила двукратный рост заболеваемости ковид-19 Последний период среди служащих Причину этой аномалии Анна Андреевна объяснять не стала А также отметила, что в 18 школах в республике введены карантинные меры Однако, надо отметить, что этот карантин в школах Вводится не только по ковиду, но и по гриппу и РВИ Выслушав обоих докладчиков, Хабиров дал ценные указания Как это обычно бывает в ситуации, когда человек лезет не в свое дело Эти ценные указания имели противоречивый характер С одной стороны, Хабиров повелел начать сокращать количество ковидных коек Чтобы не тратить лишние деньги С другой стороны, тут же повелел быть готовыми К всплеску заболеваемости после новогодних каникул Ну то есть, разряжайте ружья, но будьте готовы стрелять Примерно так звучали рекомендации главы Республики Башкортостан Далее следовал триединый доклад о состоянии дел в ЖКХ на дорогах ИЧС Алан Викторович Морзаев, собственно, сообщил Что существенных проблем в ЖКХ в Республике Башкортостан нет Это краткое и почти дословное изложение всего его доклада И невзирая на то, что Алан Викторович делал доклад очень медленно И говорил максимально растянуто В целом весь его доклад занял 21 секунду Почему Алан Викторович не обратил внимания на проблему с гололедом Которая, в общем-то, захлестнула всю Республику Судя по стриму, который у нас прошел в воскресенье Гололед это не только проблема Уфы Но и проблема вообще всех городов и населенных пунктов Республики А учитывая то количество людей, которые получили увечья в последние недели Только в результате того, что коммунальщики в Республике не убирают лед с тротуаров Ну, наверное, эта проблема могла бы все-таки претендовать на статус важный Нет, Алан Викторович решил про гололед не говорить ничего Министр транспорта и дорожного хозяйства Как обычно ничего не говорил про дорожное хозяйство А про транспорт он говорил в стилистике ГИБДД И вообще, я полагаю, что Александру Владимировичу Булышеву Пожалуй, что нужно присвоить некое звание в составе службы ГИБДД Потому что он, собственно, говорит только про дорожно-транспортные происшествия Про количество погибших и пострадавших в них В частности, в этот раз он доложил, что нарастает у нас количество погибших на дорогах Их уже 454 человека за 2021 год Примерно на 12% превышен предельный уровень, поставленный как задача ради Амфоритовича И, судя по всему, это уже тенденция, а не концепция Следующим за Булышевым докладчиком, как обычно, был Гумеров Фаритрифович Который рассказал нам, что за минувшую неделю 235 пожаров случилось в Башкортостане В которых погибло 7 человек Гумеров напомнил, что в Благоварском и Баймакском районе действует режим чрезвычайной ситуации В обоих этих районах он введен в связи с пандемией домашних животных В Благоварском районе это гриб птиц А в Баймакском развивающаяся пандемия дерматита крупнорогатого скота Так и не могут власти ничего поделать с этой напастью Третьим докладчиком оперативного совещания был Азат Шамильевич Барданов Вице-премьер, юный вице-премьер Ему недавно буквально исполнилось 35 лет Тот самый скандальный чиновник Действия которого из раза в раз вызывают возмущение И всевозможные волнения в республике В этот раз Азату Шамильевичу было доверено доложить о готовности республики К проведению Дня башкирского языка В общем-то логично, что и доклад господин Барданов сделал именно на башкирском языке Стоит предположить, конечно, о том, что Азат Шамильевич не владеет совершенственными языками Я не берусь утверждать, но по-башкирски ему говорить получается очень складно и ловко Единственное, что титры, которые бежали по экрану во время его доклада, конечно, неслись с такой скоростью, что не все было возможно разобрать Однако я постарался, перематывал, вникал в бормотание Азата Шамильевича И вот что мне стало понятно Собственно, вот этот день башкирского языка продлится целую неделю в Башкирии в ближайшее время И, собственно, все, что будет происходить, будет связано с популяризацией нравственных ценностей, воспеваемых Мафтахидином Акмулой Которому аккурат в этот момент исполняется 190 лет Ну, это известный деятель культуры Башкортостана Для тех, кто не знает, и, в общем, вот его нравственные ценности, собственно, и будет воспевать Азат Шамильевич, пропагандируя башкирский язык Азат Шамильевич перечислил любезно нам эти ценности Это вера, душа, ум, мудрость, благодарность, порядочность, терпение и искренность Вот такие примерно ценности пропагандировал в свое время, 190 лет назад и чуть позже Мафтахидин Акмула Возможно, учения Акмулы и полезны для современного Башкортостана, назидательны для молодежи И вообще, как бы, может быть, нужно заниматься их пропагандированием Но, отмечу от себя, поручить популяризацию вот этих всех замечательных тезисов человеку, начисто лишенному всех вышеперечисленных достоинств Это, как минимум, недальновидно Азат Шамильевич, конечно, на мой взгляд, не имеет морального права распространять подобные идеи, не будучи их носителем В общем, завершив этот свой экзотический доклад, Барданов обозвал почему-то присутствующих в зале коллеги Лар На чем его доклад был закончен Четвертым докладом оперативного совещания был доклад Маргариты Дмитриевны Булочевой Министр внешнеэкономических связей, собственно, об итогах поездки в Беларусь Как обычно, доклад Маргариты Дмитриевны изобиловал данными и фактами В частности, она сообщила, что поездка состоялась с 6 по 8 декабря Что присутствовало 53 представителя предприятий Республики Башкортостан И что эта делегация была по численности своей самой большой зарубежной делегацией в истории Республики Башкортостан Я уж не знаю, стоит ли этим гордиться, особенно на фоне тех расходов, которые повлекла за собой эта поездка Но вот факт остается фактом Маргарита Дмитриевна сообщила нам о том, что произошли встречи с президентом Для нее, по крайней мере, это президент Беларуси Лукашенко с премьером правительства Беларуси Договорились они довести товарооборот между Башкирией и Беларусью до 700 миллионов долларов в год Сумма, конечно, ошеломляет, но, собственно, голова остывает в тот момент, когда узнаешь, что этот объем товарооборота Это всего лишь уровень 2011 года Вот тут, конечно, я, поняв вот эту ситуацию, вдруг осознал, что мы начинаем достигать неких результатов прошлого То есть, если бы мы удвоили, например, товарооборот 10-летней давности, тогда бы да А мы всего лишь к нему пытаемся вернуться И, судя по всему, сейчас он далеко не 700 миллионов долларов Далее Маргарита Дмитриевна сообщила нам о том, что она с удовольствием открыла представительство Конгресс-бюро Республики Башкортостан в Республике Беларусь Примечательно, что если об этих двух территориях говорить в формате аббревиатур, то получается РБ и РБ То есть, получается, что это Конгресс-бюро, РБ в РБ Очень так по-родственному получается Также было подписано 13 соглашений и 3 протокола о намерениях с ведомствами РБ и РБ Продолжаются переговоры о прямом авиасообщении Уфа-Минск Здесь, конечно, я бы посоветовал Маргарите Дмитриевне не особенно гордиться вот этим аспектом Потому что авиасообщение Уфа-Минск это, в общем-то, билет в один конец Из Минска теперь никуда невозможно улететь Полная международная блокада авиасообщения с Белоруссией уже вступила в силу Ну, да, там можно выскользнуть куда-нибудь в Дамаск, в Алеппо или, не дай бог, в Кабул Но, полагаю, что желающих в этом направлении перемещаться из Минска найдется немного Примечательно, как Маргарита Дмитриевна формулировала вообще процессы, которые случились с ними в Белоруссии В частности, она сообщила, что обсуждались перспективы сборки троллейбусов МАЗ в Уфе Производство беспилотников и их компонентов Колесных и гусеничных тракторов И много чего еще, но только именно обсуждалось Мы же понимаем, что разговоры на уровне обсуждалось с нестабильным правительством и нелегитимным диктатором Это, в общем-то, не очень такая ясная перспектива дальнейшего развития Особенно смешно на этом фоне смотрели заявления Маргариты Дмитриевны о том, что они рассматривают перспективы инвестирования белорусских сельхозпредприятий в экономику Башкортостана Помилуйте, Маргарита Дмитриевна, батике Лукашенко скоро самому там жрать нечего будет, кроме бульбы мерзлой в этой Белоруссии А вы рассуждаете о том, как он и его предприятия рассматривают возможности инвестировать в нашу экономику Да ну, не боже мой, конечно же В общем, закончила Маргарита Дмитриевна свое восторженное описание поездки в Беларусь Тем, что подписано 10 контрактов аж на 110 миллионов рублей Ну, кстати говоря, это примерно полтора миллиона долларов То есть Маргарите Дмитриевне осталось подписать еще контрактов на 698,5 миллионов долларов Ну и, как говорится, план будет выполнен К докладу Маргариты Дмитриевны Булочевой Хабиров отнесся традиционно скептически Он строго подытожил ее выступление так Я с вас через год очень строго спрошу, что с Казахстаном, что с Белоруссией Мы ищем новые рынки, по сути, это маркетинг И где-то может быть неудача Но везде неудачниками мы быть не должны Концептуально подытожил доклад Булочевой Хабиров Вообще, эту фразу действительно нужно отливать в граните Можно золотом выбить на уровне глаз в кабинете Везде неудачниками мы быть не можем Ради Фаридович, сделайте себе такую татуху вообще Потому что пока у вас все ровно наоборот С другой стороны, то, что Хабиров начал критически относиться к себе и к своей команде Это уже отрадно и, может быть, даже внушает какие-то надежды Пятым докладчиком оперативного совещания была министр труда, семьи и социальной защиты Ленара Хакимовна Иванова Много мы в последнее время говорим о этом персонаже, но так уж сложилось И повод есть, и вот теперь она у нас докладчик В этот раз она доложила нам о новых трендах миграционной политики И изменениях на рынках труда в Республике Башкортостан Начала Ленара Хакимовна с мажорной ноты Ситуация на рынке труда С каждым днем боимся сглазить Ситуация восстанавливается Уровень безработицы в Республике Башкортостан достиг своего исторического минимума И составил 3,8% Конец цитаты Честно говоря, я ожидал, конечно, подобного от Ленары Хакимовны Ведомство госпожи Ивановой ушло уже давно в крутое пике С каждым разом докладывает о новых и новых достижениях Спада быть не может Скоро, наверное, безработица станет ноль А еще чуть позже, наверное, у нас возникнет дефицит рабочей силы Судя по той тенденции, которую описывает нам госпожа Иванова Восторгом нет предела Честно говоря, нет предела и сомнением в достоверности того, что нам каждый раз втирает Ленара Хакимовна Однако Хабирову очень понравилось Прервав болтовню Ивановой Он отдельно отметил, что очень благодарен ей За то, что она обеспечила выполнение поручения Владимира Путина По восстановлению рынка труда Все, тема закрыта На самом деле Как говорится, одеваем трусы и расходимся Рынок труда в Башкирии восстановлен Так ли это на самом деле или не так, судить нам с вами Вот просто оглянитесь вокруг Поговорите со знакомыми У всех ли есть работа Все ли легко ее находят И прочее, прочее Но для Ленара Хакимовны и для Хабирова Рынок труда в Башкирии восстановлен И на этом точка Также Иванова сообщила нам Что за восемь последних лет Наблюдался Такой негативный рост В показателе убыли населения Из республики Башкортостан За последние три года Уехавших из республики Было 18 тысяч человек Ну то есть сальдо было отрицательным Однако уже в 2021 году Волшебным образом Ленаре Хакимовне удалось Привлечь на территорию Башкортостана Людей больше, чем людей уехало С территории Башкортостана И эта сальдо составила Аж плюс 4 тысячи человек Ну надо отметить Что присутствовавшие на совещании Категорически не слушали Ленару Хакимовну Видимо вот В среде Министров, замминистров И руководства республики Им уже давно И все понятно Чем занимается Иванова Зачем это нужно И собственно Стоит ли на это тратить время Кельсинбаев расчесывал брови Касьянов Клупал ногтем чехол телефона Все остальные Просто чатились В своих смартфонах И в общем-то Иванову не особенно слушали Безусловно Доклад Ленар Хакимовна Носил характер Дымовой завесы Дымовой завесы Между Хабировым И тем Что на самом деле Происходит В области рынка труда В области демографии В области семьи И благополучия В республике Башкортостан Ленар Хакимовна Элегантно умолчала О том О чем нам рассказал Рустем Шай Ахметов На этой неделе Со страниц Некоторых СМИ Речь идет о том Что в октябре 2021 года Республика Башкортостан Например поставила Рекорд по смертности Мы добились Абсолютного Рекордно Естественной убыли В 2 И одну десятую Раза у нас Возросла Естественная убыль Населения У нас рекорд В ПФО По детской смертности И прочее И прочее И на этом фоне Ленар Хаким Нам рассказывает О том Что у нас все Замечательно На рынке труда Но Если Совмещать Эти две Тенденции То есть Массовую смертность И вымирание Населения И отсутствие Безработицы То да То есть Чем меньше людей Тем меньше будет Претендентов На рабочее место Однако Я считаю Что это Не совсем Государственный подход И не об этом Говорил Путин Когда Заповедовал Своим губернатором Народосбережения Завершил оперативное Совещание Доклад Единственный доклад Который мне понравился И сделал его Министр торговли И услуг Республики Башкортостан Гусев Алексей Николаевич Вот честное слово Доклад мне понравился Это был Единственный доклад Который мне было воды В котором были факты Которые вполне себе Проверялись И эти факты Носили позитивный характер Очень мало у нас Позитива Вот господин Гусев Нам его привнес Речь шла О ситуации На алкогольном рынке Республики Башкортостан И мерах По снижению Нелегального оборота Алкогольной продукции Безусловно На фоне Последних событий В Оренбурге И некоторых других Регионах Эта тема Очень актуальна Алексей Николаевич Сообщил нам О том Что ситуация На алкогольном рынке Стабильно Рост Выпуска Крепких алкогольных Напитков В этом году Составил Плюс 15 процентов То есть Башспирт Работает на полную силу Правда Небольшой спад Был в производстве Пива на 5 процентов Но в целом Количество акцизов Собранных За алкогольную продукцию В Республике Башкортостан Увеличилось На 250 миллионов рублей Только Прирост составил 250 миллионов рублей Это существенная сумма В Республике Действует 1436 лицензий На торговлю Алкогольными напитками Которые охватывают Примерно 5,5 тысяч Точек продаж Алкоголя Отдельно Алексей Николаевич Отметил Рост потребления Крепкого алкоголя В Республике На 1,1 Тут конечно Есть небольшое Противоречие Население падает А количество Алкоголя Выпитого Растет Логично предположить Что стали пить больше В контексте Борьбы С контрафактной Продукцией Гусев Привел Статистику Выявленных Правонарушений И сообщил О том Что 105 Уголовных дел Возбуждено По факту Незаконной Торговли Алкоголем 14 Уголовных дел Это Незаконное Производство Алкоголя Также Достаточно Большое Количество Уголовных дел Было Возбуждено В связи С незаконной Маркировкой Алкогольной Продажей Алкогольной Продукции Несоответствующего Качества И даже В связи С продажей Алкогольной Продукции Несовершеннолетним Также Господин Гусев Сообщил Что 1800 Административных дел Было Возбуждено Среди С нарушением Торговли Алкогольной Продукцией А изъято Было 35 тысяч Литров Незаконного Алкоголя К существенному Достижению В части Борьбы С торговлей Алкоголем Незаконного Происхождения Можно Отнести И то Что Снизилась Преступность Состояние Алкогольного Опьянения Правда Я не совсем Понимаю Есть ли Разница Между Преступлением В алкогольном Опьянении После употребления Незаконного Алкоголя И Преступление Которое Совершено После употребления Подакцизного Алкоголя Но Тем не менее Господин Гусев Утверждает Что Пьяных Преступлений Стало Аж на 20% Меньше В Республике Башкортостан По сравнению С предыдущими Периодами А также В 2020 Году По сравнению С 2019 Годом Умерло На 40% Меньше Людей Отравившись Контрафактом Алкоголем Вот это Реальное Достижение Действительно Тут не поспоришь Если удалось Спасти Хотя бы Одну жизнь При помощи Министерства Торговли И услуг То уже Не зря Господин Гусев Свою Огромную Зарплату Получает И вот Пожалуй На этом Алексея Николаевич Пора бы Было и Закончить Доклад И уйти С трибуны Но Хабиров Не позволил Комментируя Доклад Гусева Хабиров Опять Вернулся К своей поездке В Беларуси Он посоветовал Гусеву Обратить Внимание На опыт Потребкой Орперации В Беларуси Как он выразился Они там Все сохранили Как было Каждый магазин Гусев Смутился И заверил Дорогого Радио Фаритовича Что считает Своим долгом И священной Задачей Выведение Башпотребсоюза На тот уровень Который был В Советском Союзе Конец цитаты Как будто Телевизор Резко И сам Переключился На 40 лет Назад Честное слово Многие Не помнят Как было При Советском Союзе Но Я напомню Это когда Колбаса Не в магазинах Продается А на работе Выдается По спискам Это когда Мясо в магазинах Вообще Не продается В принципе Это когда Огурцы Если они Появились В продаже В марте Это чудо Как будто бы Инопланетяне Прилетели Вот это То самое Как в Советском Союзе Вот туда Нас хочет вернуть Ради Фаридович Туда предлагает Он Гусеву Вернуть По требкооперацию Я не понимаю Вот этого Ну хороший же Был доклад Зачем испортили Завершив Обзор Оперативного Совещания Я позволю себе Порассуждать На тему Что же Собственно Так вдохновило Ради Фаридовича В Беларуси Почему он приехал Таким умиротворенным Спокойным И веселым Собственно Наверное Вовсе Не электротяга Белорусских Белазов Или урожайность Белорусской Картошки Вдохновили Ради Фаридовича Ради Фаридовича Вдохновил Сам Лукашенко Это однозначно На мой взгляд И Лукашенко Дал понять Хабирову Что морочить Голову Людям Можно еще Очень долго То Как долго Белорусский Диктатор Сидит на своем месте Как на данный момент Он Устойчив В своем положении И насколько Белорусский народ Позволяет ему Издеваться Над собой Вот это Очень вдохновило Суть по всему Хабирова То есть Для тех Губернаторов Которые Сомневаются В правильности Пути И Пугаются Своих перспектив На завтра Я бы рекомендовал Поездку в Беларусь Собираешь делегацию Человек на 150 Загружаешься В самолет Летишь в Минск Тебе проводят Обзорную экскурсию По Беларуси Объясняют Что 30 с лишним лет Можно Издеваться Над Отдельно взятым Народом Платить ему Нищенскую зарплату Нищенскую пенсию Кормить его Обещаниями И обворовывать Его сверху Донизу И ты возвращаешься На родину Успокоенный Тем Что есть перспектива Еще лет на 10 Хватит Правда я не уверен Что русский народ И российский народ Настолько же терпеливы Как и белорусский Я не уверен Что В Российской Федерации Удастся повторить Подвиг Лукашенко По одурачиванию Собственного народа Но Вот На ради Фаридовича Этот визит Подействовал Таким вот Умиротворяющим образом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин